Музыка Когда произносишь слово склад, то большинству из нас рисуется образ большого полутемного здания, где на пыльных полках нагромождены всевозможные товары. Однако на дворе 21 век, и такие амбары стремительно уходят в прошлое. Современный склад – это совсем другое. Современный склад, он в первую очередь отличается тем, что здесь приложим много усилий для того, чтобы организовать качественное обслуживание грузопотока, который приходит на склад, и, соответственно, качественный отгруз. Качество, в первую очередь, касается, конечно, того, чтобы груз не портился на складе, чтобы он в процессе транспортировки и хранения. Также, чтобы была хорошая вместимость склада, мы должны на тех площадях, которые используем на складе, размечать как можно больше груза, который нам доверяют хранить. А также, в первую очередь, касается качества обработки этого грузопотока. Для этого склады должны быть чистые. Также должна быть система хранения, которая позволяет работать без ошибок. Ну и система управления процессами, которая также позволяет работать без ошибок, чтобы наши клиенты были довольны теми услугами, которые мы оказываем. Фраза про то, что груз может испортиться, удивляет непосвященного. Как-то гайка или болт могут испортиться. Однако, как показывает практика, могут. Любая продукция предъявляет какие-то требования к ее хранению. Даже вот наша в основном хранимая продукция в виде запасных частей, она тоже имеет свои требования по влажности, по температуре хранения, чтобы детали банально не зажавели и так далее. И, собственно, вот эти требования мы здесь выполняем. А потом мы, в общем-то, готовы оказывать услуги не только по хранению запасных частей, но и другой какой-то продукции. Да, мы не храним продукты, но и другая продукция должна при этом не портиться. Но, во-вторых, мы хотим, чтобы наши сотрудники, которые работают на складе, они работали в комфортных условиях, чтобы не только продукция не загрязнялась, но и люди, техника, оборудование и все, что связано с рабочими процессами. Чтобы соответствовать всем этим условиям, торговая компания «Альфа» и возвела в индустриальном парке Раслова по Тверю вот такой ультрасовременный логистический комплекс класса А. Этот склад у нас новый. Мы сюда переехали в этом году, буквально весной. До этого мы находились на другой площадке. Это был индустриальный склад, и это как раз говорит о том, что мы относим себя к быстрорастущей компании, мы растем, развиваемся. Это потребности нашего бизнеса. Мы сейчас здесь занимаем 25 тысяч квадратных метров на этом складе, и этот склад не единственный в Российской Федерации. Представлена наша компания еще в таких городах, как Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск. В Тольятти у нас есть площадка. Есть планы дальнейшего развития в других регионах. Склад класса А – это непременно современное здание, возведенное с использованием металлических конструкций и облицованное сэндвич-панелями. Высота потолков от 10 метров и выше. Колонн быть либо не должно вовсе, либо расстояние между ними, так называемый шаг, должно быть около 12 метров. Идеально ровный бетонный пол, обязательно с противопылевым покрытием. Ну и, конечно, хорошее отопление и освещение. Все это есть в новом логистическом комплексе компании Альфа. Что и где здесь лежит, нам во всех подробностях рассказал Вячеслав Разживин. Товар, который принимается, размещается в адресное хранение. То есть у каждой ячейки выбран наилучший способ организации хранения того или иного товара. Как видите, он достаточно сильно отличается. Здесь и крупные палеты с достаточно крупным товаром находятся. И справа от нас организовано специальное хранение мелкой ячеисты для хранения мелкого товара в небольших ячествах. А вот эта часть склада называется мезонин. Вообще в архитектуре мезонин это второй, но иногда третий этаж частного дома. Но здесь не архитектура, здесь мезонин это огромное пространство. Причем, вот вы видите, пятиэтажное. И предназначено для хранения мелких запчастей. Причем детали-то мелкие, но места для них в этом мезонине более чем достаточно с запасом. У нас достаточно емкий мезонин. Он создан под перспективы нашего развития. Мы сейчас уже можем вмещать где-то 55 тысяч ячеек для мелкого товара. Ну и небольшие резервы имеем для увеличения этого объема хранения. Но основная масса товара складируется в общей зоне. Причем друг с другом могут соседствовать крыло от автомобиля, зеркало заднего вида или фары. Однако некоторые категории все же хранятся отдельно. Это покрышки, а также горюче-смазочные материалы. В последнем случае не просто так. А вот эту часть склада хочется назвать масло масляное. Здесь хранятся масла, причем они хранятся в самых разных емкостях. Начиная от таких маленьких литровых канистрочек и заканчивая всем уже привычными 200-литровыми бочками. Ну и понятное дело, здесь оборудована серьезная система пожаротушения. Одна из ее примет – вот эти массивные ворота, которые в случае возникновения пожара опускаются, блокируют все пространство. Ну а потом начинается непосредственно тушение огня. Но, конечно же, огромную роль в успехе работы логистического комплекса играет организация самого процесса приема-отправки грузов. Система должна работать как часы. На складе торговой компании «Альфа» все так и есть. Мы очень большое внимание уделяем организации процессов таким образом, чтобы наш клиент получал продукцию надлежащего качества, надлежащий срок и был доволен нашими поставками. Мы обоснованно гордимся тем, насколько качественно мы организовали свои процессы. Мы оказываем услуги для наших клиентов на уровне качества, который соответствует лучшим мировым стандартам в области машиностроения. Для специалистов это должно быть понятно, это очень высокий стандарт. Мы стараемся, прилагаем все усилия, чтобы ему соответствовать. У нас используется так называемый УТИП организации грузопотока. Это когда через одну из сторон склада организован и вход продукции. Это происходит на дальней от нас сейчас стороне склада, так и отгрузка, которая происходит вот в этой зоне, ближе к которой мы сейчас находимся. Соответственно, товар, который поступает в процессе приемки, выполняется все операции проверки этого товара, чтобы он пришел к нам в полном объеме, чтобы он был надлежащим образом пакован, чтобы не было еще каких-то других отклонений. Оперативной работе сотрудников по приему, проверке, складированию товара, а затем комплектованию заказов и отправке их дальше, помогают технические новинки. Одна из них – голосовой отбор. Эдакий вариант знаменитой Алисы, которая заметно упрощает работу. Позволяет, во-первых, сократить потери времени на подбор продукции, потому что освобождает руки. И, что не менее важно, мы считаем, она более понятна для работника в плане всяких вариантов отбора, которые у нас существуют. Потому что посредством голосовых подсказок мы помогаем людям избежать возможных ошибок при отборе какого-то товара. Мы оказываем поддержку, значит говоря, работнику для того, чтобы, если он сталкивается с какими-то особенностями отбора, он, соответственно, получает необходимую подсказку через наушник. И, соответственно, мы новых работников обучаем гораздо быстрее, чем раньше, для того, чтобы они могли начать выполнять работу полноценно и снизить количество ошибок при отгрузке товара до минимума. О том, как именно функционирует эта программа, нам более подробно рассказал Денис Волков. Как человек, непосредственно работающий, что называется, в поле, он уже успел оценить достоинства голосового отбора и сравнить с тем, как было раньше. Раньше приходилось с обычным терминалом подъезжать, сканировать адрес, сканировать товар, писать количество на терминале. Это очень удобно. А сейчас я все через голос, и очень все быстро. Система голосового отбора называет мне ячейку необходимую. Мне нужно подъехать, собрать товар, и она мне это помогает, чтобы мне не терминали вручную вбивать, а все через голос. Я ей также могу управлять. Например, вот она говорит 16, 2, 1, 2 и цвет. Ну, это ячейки, если я хочу назвать то, что я подъехал к ячейке, через голос. Вот у меня также существует ТСД, и чтобы мне голосом не набирать, я могу прочитать информацию, которая у меня необходима, и все. И сейчас сканировать. Да. То есть, помимо удобства, система голосового отбора делает работу более оперативной. В условиях постоянной приемки отгрузки товара это очень важно, учитывая, что и здесь существуют свои нормативы по времени. В этом году у нас стандартом является приемка от двух часов. Все, что касается кроссдокинга, это означает, что через два часа поступившая продукция может уже уехать в другом транспортном средстве своему клиенту. И как бы это совершенно не предел, мы стремимся уходить в бизнес маркетплейс, мы хотим еще быстрее обрабатывать грузопоток, есть соответствующие планы. И мы, реализуя определенные наработки в плане изменения процессов на складе, мы планируем это время еще больше сокращать, так, как будет требоваться бизнес. На внедрении системы голосового отбора торговые компании «Альфа» не останавливаются. Здесь постоянно работают над новыми технологиями, которые позволят ускорить и упростить работу. Как пример могу привести то, что сейчас текущие потребности мезонина обслуживаются четырьмя подъемниками, но проект предусматривает возможность установки здесь конвейерных систем. В том случае, если поток обработки груза на мезонине вырастет и возникнет в этом необходимость, то мы готовы это реализовывать. Мы реализовали в этом году технологию голосового отбора. В планах на этот год и на следующий год это развитие этой технологии на другие операции. Также мы планируем в этом году начать и продолжить работу по применению RFID-оборудования. Например, тарные места помечают соответствующими этикетками. Есть специальное оборудование, которое эти метки с помощью радиочастотного сигнала считывает и это позволяет определить точное расположение того или иного места, пространства и склада. Однако до полной автоматизации пока еще далеко. Вячеслав Рожевин рассказывает, что они задумывались над этим вопросом, когда только проектировали Тверской комплекс. Учитывая, что строили его с нуля, технологические возможности позволяли. Однако в России свои реалии. Пока еще автоматизация слишком дорога на российском рынке. И, к сожалению, те решения, которые мы рассматривали в том периоде с точки зрения автоматизации, они недостаточно универсальны. Поэтому пока мы остановились на традиционных достаточно решениях. Как вы видите, это фронтальные стеллажи. Это традиционная складская техника в виде штабелеров, транспалеток и погрузчиков. Мезонин у нас тоже стеллажного типа, 5 этажей. Кстати, на фоне всех нововведений есть в логистическом комплексе Альфы и предметы, которые можно назвать классикой жанра. Их, наверное, еще долго будут использовать кладовщики. Да, комплекс Альфа ультрасовременный, все здесь по стандартам 21 века. Но есть такие вещи, которые знакомы кладовщику еще с советским опытом. Это стеллажи фронтальной загрузки, а также старые добрые деревянные еще палеты. Ничего такого там нету, ведь, как говорят сотрудники, лучше еще до сих пор ничего не придумали. Что касается перспектив развития, то в торговой компании Альфа не исключают строительство дополнительного терминала в Твери. Да и в этом еще не все вакансии заполнены. Поэтому здесь ждут новых сотрудников. Отмечаю, что перед каждым всегда есть вполне реальные перспективы карьерного роста. Каждому работнику мы предлагаем в нашей компании пройти ступени роста. То есть, начав с самой стартовой должности, той, которой человек приходит и соответствует в момент приема его на работу, мы предлагаем и даем возможности для повышения своей квалификации. И достаточно много наших сотрудников, пройдя эти самые ступени роста, стали либо ведущими специалистами, либо руководителями даже в нашей компании. И мы очень гордимся этими людьми и считаем их основой нашего коллектива. Максиму Пурцеву знакомые посоветовали устроиться на работу в торговую компанию Альфа. Начинал как простой колдовщик. К настоящему моменту он уже сделал приличную карьеру. Я работал несколько лет колдовщиком, далее меня повысили до мастера, где я уже разбирался с отклонениями по работе. Проработал еще несколько лет мастером, в дальнейшем я стал начальником смены. Себя зарекомендовал перед руководством, и вот так я стал начальником смены. Похожая история и у Анны Николаевой. Тоже вроде бы недавно начинала, как обычный колдовщик. Дальше пошел карьерный рост, да с такой скоростью, что еле успевала привыкнуть к очередной должности. Сначала стала оператором баз данных в рамках компании. Дальше стала старшим оператором баз данных буквально месяца через три. И через год меня уже забрали в большой офис на претензионную работу под руководством Михаила нашего. А еще через год я стала специалистом отдела координации и планирования. На текущий момент я старший специалист. Уполняю очень важную и нужную работу у нас. В торговой компании «Альфа» очень приветствуют именно такой путь наверх, когда человек проходит все ступени, начиная с самой первой. Когда он лично поработает на складе, на разгрузке-погрузке или на комплектации товара. Многие наши сотрудники, руководителями, которые стали, пройдя все этапы работы на складе, они лучше понимают суть выполняемых задач рабочим персоналом. Здесь ждут как сотрудников с опытом работы в логистике, так и тех, кто склады раньше видел только со стороны. Таких ждет процесс обучения, которым руководит Александр Шеметов. Час-два посвящаем теории, разбираем рабочий процесс, после чего приступаем уже непосредственно к практике, после того, как уже понятно, из чего состоит работа, и начинаем работать уже непосредственно на складе. А какие специальности учите? От колдовщика и выше. То есть все специальности проходим и теорию, и практику. На обучение, да, происходит несколько дней, после чего человек уже готовый к работе, выходит в рабочую смену. Берем и с опытом работы, и без опыта работы. То есть научить можно всех. Все сотрудники отмечают хорошие условия труда, которые созданы в торговой компании «Альфа». Это не только просторный, светлый, чистый и отапливаемый склад. Здесь есть немало других плюсов. Карьерный рост, стабильная зарплатная плата. Компенсированное питание в столовой, чисто, светло, предоставляется спецодежда для работы. У нас есть доставка до рабочего места. Кроме того, у нас есть столовая оборудованная, всем необходимым, и организация оплачивает часть нашего питания. У нас белая зарплатная плата, все, оформление ПТК. Я могу назвать очень мало компаний на Тверском рынке, которые были бы нам конкурентами в этой области. Хорошей приметой современного предприятия здесь является поддержание корпоративного духа. Это хорошо сочетается и со старой доброй традицией в виде доски почета и конкурсу профессионального мастерства. Каждый год практически мы проводим такие конкурсы по каждой из специальностей рабочих, которые на складе выполняют свои работы. И лучшие такие работники, соответственно, отмечаются у нас компанией. И здесь они приведены на стенде как пример для подражания всем новым работникам и тем, которые уже к нам пришли, и те, которые еще могут к нам прийти. И еще один плюс работы здесь является прямым следствием профиля торговой компании Альфа – логистики. Ведь склад должен быть в хорошей доступности для транспорта, быть удобным для него. А значит, это касается не только фур с товаром, но и легковых автомобилей сотрудников. Для них тут есть просторная парковка. Да и дорога из города занимает считанные минуты. Как и на всех современных предприятиях, в складском комплексе Альфа есть не только кабинеты для руководства, бухгалтерии, производственные, конечно, площади, в данном случае складские. Здесь есть современный прекрасный переговорный зал. Да-да, именно зал такой он большой. И из его окон, кстати, прекрасно видна Тверь. Он южный, брусиловый. Это говорит о том, что Альфа находится только формально в Калининском районе. А по сути, это уже окраина Твери. Ну и, конечно, важнейшим плюсом является высокий статус торговой компании Альфа. Достаточно сказать, что в открытии этого склада в индустриальном парке Раслова принимали участие многие вип-персоны, в том числе и губернатор Игорь Рыденя. Репутация Альфы такова, что с ней сотрудничают не только Лада Имидж и Автоваз, для которых изначально строился Тверской логистический центр. Здесь на складе представлена продукция не только Лада. Здесь мы оказываем для компании Лада Имидж услуги по дистрибуции продукции Рено. Компания Рено заключила с ними договоры. Мы оказываем логистическую услугу в этой части. То есть у нас, кроме Лады, хранится продукция Рено. Также мы сейчас взаимодействуем по отдельному договору с нашими соседями. Здесь на Тверской площадке это компания Hitachi. И это лучшим образом, наверное, подтверждает то, что мы действительно оказываем очень качественную услугу, потому что, ну, сами понимаете, ни одна из этих марок, она бы не стала с нами сотрудничать, если бы мы не оказывали услугу высочайшего качества. Сейчас торговая компания Альфа – это солидное предприятие, которое за 10 лет из чистотверского превратилось в межрегионального. Все процессы тут соответствуют самым строгим международным стандартам – ISO 9000. И сотрудничество с Альфой оставляет только положительные эмоции у всех, начиная с работающего здесь самого простого кладовщика и заканчивая ведущими транснациональными компаниями. Продолжение следует... Продолжение следует...